здравствуйте мои дорогие зрители подписчики сегодня 28 июля наконец-то это вот вы знаете вот наконец-то спустя два месяца моего отпуска я решил поговорить со своими зрителями ай-яй-яй-яй простите меня пожалуйста знаете сколько температуры у нас в квартире я нахожусь в городе 40 градусов я прям вот могу вам градусник показать это вообще я просто не могла даже место найти куда мне вот сесть но я нашла место и время пока нет вокруг меня никого сын у меня значит на на работе мама на даче вот я решила наконец-то с вами познакомиться себя представить и немножко поговорить так ну что значит в жизни меня всегда звали лары и канал я назвала жизнь лары потому что у меня называла все время в детстве все детство меня называл моя любимая крестная лары а так меня зовут лариса ну естественно лариса станиславовна можете меня называть я шучу конечно но на работе меня так и называют вот ну что я хочу сказать а вот я даже не знаю с чего начать начну начну с того как как я попал на youtube сначала где-то это было но года три назад мы вместе с моей мамой мы решили дзене дзене открыть свой канал и назывался он не жизнь лары а ну как то по-другому кстати вот я уже не помню вот и мы с мамой начали так упорно работать на нем но мы где-то мы быстро набрали там подписчиков и уже даже сделали небольшую монетизацию вот но так как с моей мамы каши не сваришь вы не представляете это про маму можно вообще отдельную серию снимать и отдельно ну много чего интересного рассказать поэтому я буду очень коротко в общем в итоге дзен я бросила потому что с мамой было невозможно вообще никаких дел 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 в итоге я там канал остановила и спустя какое-то время ну к этому же надо было прийти вы понимаете да я решила заглянуть в youtube и у меня там где-то было 42 подписчика наверное они мне висели где-то но года два я вообще ну жизнь меня туда как бы бросила и я ушла оттуда вот некогда некогда мне все было и вот вы знаете ну наверное к этому надо было прийти где-то вот на новый год у меня там даже видео начали крутиться именно на 2023 год я решил попробовать вот по сегодняшний день я как бы я как бы с вами теперь немножко подписчиков набрала но вы знаете вот о себе я как бы вот так чтобы сесть рассказать я я правда я не созрела вот к этому хотя на цене у меня так как дзен он там можно писать статьи я начинал со статей и вот если вам интересно вот правда если интересно вы зайдите почитайте там у меня есть моя биография свою биографию я конечно вы знаете чтобы ее написать смотрю я кстати вот куда я смотрю в окошко и я сижу мне рядом окно открыто и просто сижу смотрю туда чтобы написать свою биографию вы не представляете сколько я к этому шла сколько я писала месяцев продумая продумывая каждую строчку и вы можете почитать зайти на цен тоже канал жизнь лары вот но здесь я пока честно говоря я прежде чем об этом рассказать именно снять видео и в живую рассказывать об этом я пока вот честно я не готова простите пожалуйста вот а что себе сказать ну вот мы в общем этот канал на ютюбе я решила начать одна никаких мам никаких мне не надо подсказчиков советчиков это я про маму вот и я решила все делать самостоятельно а почему я мама мама потому что мы живем с мамой я живу с мамой сын я мама вместе в одной двухкомнатной малометражке вот ну что сказать значит я в жизни по жизни я конечно человек да я человек творческий и всю свою жизнь я себя искала 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 вернее я себя нашла еще в в пять лет когда я начала сочинять с песни вот правда мама мне подарила пианино фортепиано и я начала уже в то время сочинять маленькие маленькие песенки и у меня кстати есть до сих пор я все храню конечно у меня есть альбом моих первых сочинений нотный альбом нотная тетрадка вернее и и где у меня записаны все песни до до 20 лет я записываю композиции и песни всякие интересные а писала песни я на стихи мамы моей потому что мама у меня она поэт вот если честно поэт с большой буквы вот она все понимать она меня не надо так называть и я это хочу сказать что у мамы очень много стихов и она публикуется и в газетах и везде но собственно сборника у нее нету потому что конечно надо на это много денег ну а так она у меня очень тоже талантливый творческий человек и папа мой которого уже не в живых давно он у меня тоже я считаю очень талантливый человек художник где я с ним не жила я его не помню один раз я его только в жизни видела но знаю что он по словам многих его знали на многих областях а уж в городе тем более потому что он писал здрасте я так понимаю что я буду менять много ракурсов дело в том что я себе места не могу найти такая жара стоит там уже солнышко выглянуло на прям в это в окно где я сидела так я сменила кофту потому что я вся мокрая вот мокрая вся у нас еще солнечная сторона вот здесь вот это все вообще вот что то я еще полнее стала вот и я остановилась на папе папу я не знала потому что мама с ним она с ним прожила очень мало и знаю что у меня по папиной линии у меня есть еще три сестры правда уже одна сестра умерла царство небесное ей и у меня как бы еще есть по папиной линии две сестры они у меня старше на где-то лет на десять но это тоже другая история это долго очень рассказывать вот знаю что папа был очень талантливый художник по рассказам многих мама много рассказывала люди много рассказывали сестра моя Надя мне рассказывала где у нее весь дом в картинах моего папы и кстати у меня вот если вы видите висят картины тоже моего папы и у нас есть в городе музей Радищева где тоже висят картины моего папы но я про это вам сделаю отдельное видео про моих родителей маму и папу вот а сейчас речь обо мне ой вы знаете я вообще в жизни человек не грустный я люблю улыбаться и вы наверное заметили что у меня практически нет таких видео где я грущу или какой-то у меня просто нет у меня тоски в моих публикациях моих видео я потому что не люблю Я и по жизни, у меня моя основная работа, она связана с детьми. Я в жизни работаю всю жизнь, можно сказать, с детками, обучаю их. И когда я закончила музыкальную школу, где я училась 8 лет, я поехала в музыкальное училище, в другой город, в нашей области, город Вольск. Может, кто-то знает такой город. Я там отучилась 4 года, после чего мне дали распределение в консерваторию, в Саратовскую, куда я поехала, взяла абонемент, вернее, взяла оттуда, забыла слово, как называется, к чему готовиться, я хотела поступить на композиторское отделение, но на этом всё и закончилось. Я приехала домой, а мама мне сказала, вот говорю как есть, мама всё время обижается, что я это вот запомнила, то ли это вот я придумала. Я говорю, нет, мам, ты мне так и сказала, что иди работай, я тебя не потяну. И я на самом деле, у меня были такие мечты. Я вообще просто, я жила музыкой, я и до сих пор музыкой живу, слёзы на глазах выступают. Просто вот, вы знаете, музыка у меня в крови, она вот живёт во мне, может быть, она меня даже и спасла во многих ситуациях, моя музыка. Потому что, когда мне плохо, я просто одеваю наушники, я слушаю музыку, весёлую, грустную, классику, разную-разную, разного жанра. И меня просто, она вот, один раз, она меня вытянула с ужасной ситуации. Вот, поэтому я просто хочу сказать, что я в крови музыкант. И, наверное, вы заметили, что у меня, простите, что у меня во многих, что-то я, вот, начала. Вы, наверное, заметили, что у меня во многих моих роликах красивые песни, прям вот именно красивые. Выбираю я только хорошие песни, мелодичные, ритмичные. И поэтому у меня будет в дальнейшем именно так. Хотя я иду к тому, кстати, я иду к тому, чтобы вам всё-таки показать мои сочинения. И чтобы вы слушали мои песни тоже. Хоть их и немного, но я мечтаю вам их петь на стихи моей мамы. Вот. В общем, я, закончив музыкальное училище, я приехала в свой родной город и пошла на работу в музыкальную школу работать. Проработала я там где-то 4 года. И с этого момента у меня понеслась жизнь не в ту сторону. Не в ту сторону, потому что это я уже с высоких лет своей жизни, я это уже осознаю. Где-то, может, я маму не послушала. Но, понимаете, молодость. 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 Я стала в 19 лет. Я проработала только 4 года. Молодая учительница. И, конечно, я влюбилась по уши и уехала в другой город. В другой город, где уже столкнулась я с огромными жизненными трудностями. И, конечно, у меня были большие проблемы с мамой. Мама у меня была очень строгая, жёсткий человек с таким характером, что этот характер проявляется до сих пор, который сказывается тоже на мне. До сих пор. Вы представляете? Ну, кстати, вот то, что недавно я показывала в видео, где она шла пешком. Вот вы представляете, вот какой у неё характер. Это сказывается во всём. Вот. А теперь это сказывается уже и на моём сыне. Ой. Это вот долго рассказывать. Просто я хочу сказать, что... Как сказал один человек, вот я не побоюсь это сказать на камеру, на всю страну, я не побоюсь это слово сказать, но прожив нелёгкую жизнь, и то, что я до сих пор в сознании, я считаю, что я в адеквате, имея то, что сейчас я имею, работу, сына. Вовремя остановившись в каких-то жизненных ситуациях, один человек, с которым я, кстати, жила, он мне сказал, Ларис, ты свою жизнь просрала. Простите меня, конечно, за это слово. Я впервые это говорю. Да. И осознав её только, знаете, в 45 лет, я это поняла. Вот. Я это поняла. И мой канал, Жизнь Лары, и я, вы знаете, я решила, я очень долго думала, как его назвать. Я могла его назвать по-разному, и кулинарным, я очень люблю готовить, и огородным, и просто музыкант. И, ну, было много версий всяких, как мне назвать канал, но я его просто назвала Жизнь Лары. Здесь у меня будет всё. А самое главное, я хочу показать, что, ну, не надо падать духом, понимаете? Вот не надо падать. В жизни столько, вот столько трудностей может человек пройти. И не надо опускать руки. Просто не опускайте руки никогда. Никогда. Я вот, вы знаете, я не хотела такое видео снимать с слезами на глазах. Вот я и говорю, я очень долго к этому видео шла, я не знала, я не знаю, как мне начать рассказывать о своей жизни. Просто хочу сказать, давайте я на этом остановлюсь. Я просто хочу сказать, что я хочу показать пример, как женщина, как женщина, испытав много трудностей, оставшись одна с ребёнком, она просто идёт вперёд, не клянче ни у кого, не прося ни у кого, ни копейки. Я просто зарабатываю собственным трудом и поднимаюсь собственным трудом вверх, чтобы выжить, чтобы поднять на ноги своего собственного ребёнка, дать образование. Потому что я знаю, что мне помощи ждать не от кого. Правда, мне не от кого помощи ждать. Хотя мне все говорили, Ларис, с твоей внешностью, с твоими способностями, ты чё тут сидишь в этой деревне? У нас, простите, город небольшой, правда, мне тут многие знают меня. Потому что, работая в детском садике музыкальным руководителем, я со многими родителями знакома, которые уже дети, которых выросли, и дети теперь меня знают. Я сижу под деревом торгую, я никогда никого не стесняюсь. Мне всё равно. Но я горжусь, что у меня есть, что я прошла все трудности в жизни. И осознала я только это вот уже к полтиннику, можно сказать. Но никогда не поздно что-то понять и начать заново. Поэтому, воспитывая одна своего сына, я, ну, может, он в какой-то степени ещё не понимает, он меня ругает, что я вот так работаю. Он мне, да брось, мам, брось ты это, брось ты то. Я говорю, сынок, я просто пропаду, понимаешь? Я замкнусь, я такой человек, мне надо где-то своё творчество вкладывать. Мне надо своё творчество. Ну, вот вы видите, я всё своё творчество отдаю. Да, огороду. И не только, потому что я работаю, конечно, ещё по специальности, по своей. Ну, не совсем по специальности, но работаю с детьми, где также у меня очень большое общение и с родителями, и с детьми. Вот. А музыку я не бросаю. И всё-таки придёт время, я вам обязательно, я вам обязательно сыграю и спою свои песни. Давайте я на этом остановлюсь, пожалуйста. Вот. Я просто хочу сказать, что будьте со мной на моём канале. Я, конечно же, хочу найти творческих людей, которые также, получив образование, себя не реализовали как-то в жизни. Ну, вот так вот получилось, что я не поехала дальше учиться, а стала в своём городе. Вот. Хотя мне прогнозировали большое будущее творческое. Ну, ничего. Я рада, что у меня есть на сегодняшний день. Бог мне дал всё. У меня есть самый главный сын. И я реализовала себя как мама. У меня такое женское счастье, что всё-таки у меня есть ребёнок, которому я шла очень долго. Поэтому всё хорошо. Всё хорошо. Простите меня, пожалуйста, что я сегодня со слезами на глазах. Ну, душа у меня сегодня просто так вот немножко поплакала. Подписывайтесь на мой канал. Я вообще человек по жизни тоже оптимист, как и моя мама. Я не люблю плакаться. Я не люблю там что-то показывать плохое, ныть. Поэтому мой канал о том, как можно жить, работая, радоваться тому, что у тебя есть. То, что у тебя есть, то ты и заслужила. Да? Спасибо вам всем, что вы со мной на канале. Подписывайтесь, комментируете, ругаете меня где-то. Я ни на чё не обижаюсь. Я такая, какая я есть. На сегодняшний день мне 52 года. Я ещё не старая. Я буду танцевать, плясать, вас удивлять и вдохновлять, мои хорошие зрители. Давайте до скорой встречи. Я на этом останавливаюсь. Всего вам хорошего. Жду от вас комментариев. О первом моём разговоре с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова